Ну всё, поэтишка поганый! Сволочуга-горбоносая! Я тебя доберу! Вот, доктор, известный поэт, Иван Бездомный. Видите ли, мы опасаемся, не белая ли горячая. Сильно пил, тараканов, крыс-чёртиков или шмыгающих собак не ловил. Нет, выпивал, конечно, но не очень. Я его вчера видел, и сегодня утром он был совершенно здоров. А почему в кольсонах с постели взяли? Он, доктор, в ресторан пришёл в таком виде. А-а-а. Развяжите, сволочь! Здравствуйте. Здорово, вредитель! Сколько вам лень? Да вводите вы от меня к чертям в самом деле! Что же вы сердитесь? Разве я сказал вам что-нибудь неприятное? Да потому что меня, здорового человека, схватили из силы и привлокли в сумасшедший дом. Вы находитесь не в сумасшедшем доме, а в клинике, где никто вас не будет задерживать, если в этом нет надобности. Ну, слава тебе, Господи! Нашёлся хоть один нормальный среди идиотов, из которых первый балбес и бездарность, Сашка! А кто это Сашка бездарность? Да вот он, Рюхин, поэт! Это он мне вместо спасибо. Вот уж действительно дрянь. Типичный кулачок по своей психологии. Притом кулачок, тщательно маскирующийся под пролетария. Вы посмотрите на его постную физиономию. И слечитесь теми стишками, которые он написал к первому числу. Завеетесь да развеетесь. Да вы к нему внутрь загляните, о чём он думает. Вахните. Пригрел змею. А почему вас, собственно, доставили к нам? Да чёрт их разберёт, этих волохов. Схватили, связали какими-то тряпками и поволокли. А позвольте вас спросить, вы почему пришли в ресторан в одном белье? Да нет тут ничего удивительного. Пошёл я искупаться на Москварику, ну и попятили мою одёжу. А эту дверь не оставили. Ну не голым же мне по Москве идти. Надел, что было. Спешил я в ресторан Грибоедову. Ресторан так называется. А почему так спешили? Какое-нибудь деловое свидание? Консультанта я ловлю. Какого консультанта? Вы Берлиоза знаете? Это композитор? Да какой композитор? Ах, да. Да нет. Композитор это однофамилец Миша Берлиоза. Секретаря Массолита Берлиоза сегодня вечером задавила трамваем на патриарша. Да не ври, ты чего не знаешь. Я, а не ты был при этом. Он его нарочно под трамвай пристроил. Толкнул? Да при чём тут толкнул? Такому и толкать не надо было. Он такие штуки выделывает, только держись. Он заранее знал, что Берлиоз попадёт под трамвай. А какие вы меры приняли, чтобы поймать этого убийцу? А меры вот какие. Взял я в кухне свечечку. А иконка зачем? Ну да, иконка. Иконка-то их больше всего испугала. Но дело в том, что он консультант. Он, будем говорить прямо, с нечистой силой знается. И так просто, его не поймаешь. Да-с, знается. Тот факт бесповоротный. Он лично разговаривал с Понтием Пилатом. Да нечего на меня так смотреть. Я верно говорю. Всё видел. И балкон, и пальмы. Словом, был у Понтия Пилата. За это я ручаюсь. Ого. Два часа, а я с вами время теряю. Я извиняюсь. Где тут у вас телефон? Пропустите к телефону. Женат он? Холост. Член профсоюза? Да. Милиция! Товарищ дежурный, распорядитесь сейчас же, чтобы выслали пять мотоциклетов с пулемётами для поимки иностранного консультанта. Что? Заезжайте за мной, я с вами поеду. Говорит поэт бездомный из сумасшедшего дома. Доктор, как ваш адрес? Вы меня слушаете? Алло! Безобразие! До свидания. Помилуйте, куда же вы хотите идти? Поздно ночью, в белье. Вы плохо себя чувствуете. Останьтесь у нас. Спасибо. Пропустите. Да пропустите же вы! Ах так? Ладно. Так вот вы какие стёклышки у себя завели! Пусти! Пусти, говорю! Пустите, сволочи! Не имеете права! Бандиты! Пусти! 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 Отпустите его! Заточили всё-таки. Ну и очень хорошо. Я вас предупредил, а там уж как хотите, сами за всё поплатитесь. Ванную, сто семнадцатой, отдельную, пост к нему. Доктор, он что, действительно болен? О, да. А что с ним? Шизофрении надо полагать. А тут ещё, алкоголизм. Меня сейчас больше всего интересует пони и пилат.